Мастера строительного дела выявили лучших. Конкурс профмастерства собрал представителей самых разных сфер, от штукатурок до крановщиков. Как отметили организаторы, отрасль динамично развивается, не стоит на месте и само состязание. В этот раз был проведен новый, нестандартный этап. За рабочим процессом наблюдал Андрей Степичев. Музыка бодрая, настроение боевое. Участники конкурса профессионального мастерства готовы к главной строительной битве года. В торжественной, но в то же время рабочей обстановке им рассказали о том, что их профессия самая важная и дали старт сражению за звание лучшего из лучших. Отработка основных элементов процесса перед тем, как он начался. Здесь собрались все самые передовые силы строительного отдела Калужской области и мало кто хочет в такой серьезной компании оказаться в числе аутсайдеров. В каждой профессии есть спецы и виртуозы, безусловно. Как всегда это бывает. Обычно рабочий ритм, рабочая сноровка, это все с одной стороны. А есть спецы, понимаете, которые азартные такие, которые выдающиеся, понимаете, среди других рабочих. Это есть такие, безусловно. В этот раз без каменщиков, зато с крановщиками. Конкурс строителей 2014. Организаторы решили наполнить сюрпризами и держат большинство из них в строжайшем секрете. Самый загадочный реквизит конкурса – вот такие спичечные коробки, приклеенные к картонке и ведра с водой. Что здесь будут поджигать, пока непонятно, но то, что потушат быстро, ясно однозначно. Интригу пока оставляем на своем месте и отправляемся в мир плиточников и штукатуров. Ведро с раствором, шпатель и целая комната для того, чтобы себя максимально проявить. Московский отделочник молдавского происхождения Олеся вступает в борьбу за звание самого лучшего штукатура Калужской области. Звание и награды, говорит, дело второстепенное. Любой конкурс она прежде всего считает школой мастерства. И здесь она исключительно ради опыта. Надо себе показать то, что умеет. Может, чего-то другого научимся. Другие технологии у всех разные. Борьба технологий, но уже в плиточном деле, идет в соседнем подъезде. Там, где совсем скоро будут ходить новоселы, сейчас формируется самая главная заявка на победу. Вот дуэта под предводительством Вилюса Долангаускаса. Вот качество. Чтобы плитка была ровно в уровень, чтобы швы были нормальные, чтобы не было... Мысли разлетаются, но руки продолжают работать и журналистам настоящего мастера, а дело не отвлечь. Это интервью получилось самым динамичным и трудноуправляемым. Вилюс не сидел на месте и минуты, и хоть все время выпадал из кадра, но все же рассказал о том главном секрете успеха, без которого победа невозможна. Просто надо знать, не суетиться, а дело-дело и все. А когда суетиться будет, что там? Все внимание на ведро. И вот здесь-то как раз минимум суеты и максимум аккуратности. Ведро с водой здесь переносят на короткие расстояния, но используют при этом не самый простой из всех способов. Задача у крановщиков непростая, но только так и можно выявить весь их профессионализм. Они ювелирно складывали бетонные блоки и находили выход из запутанного лабиринта. Владимир Ефимов в дебютном конкурсе оказался первым участником, и именно ему пришлось быть здесь главным испытателем. Всю трассу он прошел уверенно и, несмотря на мелкие ошибки, сам себе поставил твердую четверку. Самое сложное, это было первое, которое ведро взял, пошло волнение. А потом постепенно начало утихать и вроде бы все это начало получаться. Так случилось, что первый из списка крановщиков им в итоге и остался. Время и баллы Владимира Ефимова побить не удалось. И уже в ранге чемпиона он продемонстрировал то, чему аплодировали бы даже в цирке.